Анна Николаевна, давайте, наверное, начнем нашу беседу с того, как университет шел к этому подписанию и, может быть, какие предпосылки были для дальнейшего сотрудничества. Все дело в том, что Аньхуйская провинция и Брестская область, они активно сотрудничают в экономическом, культурном, гуманитарных сферах. И поэтому нам, университету, который находится в Брестской области, конечно же, надо было в первую очередь взаимодействовать с Аньхуйским университетом. Месяц назад руководство Аньхуйского университета посетило наш университет, где была предварительная договоренность о заключении договоров о сотрудничестве между нашим университетом и Аньхуйским университетом. И вот буквально на прошлой неделе с 12 по 16 был визит нашей делегации в Аньхуйский университет. В разные годы молодых людей из Поднебесной можно было увидеть практически на всех факультетах Пушкинского университета. Конечно, их количество варьировалось, однако неизменно оставалась причина, по которой китайские абитуриенты приезжали на учебу в Брест. В первую очередь за качественным высшим образованием – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Подписанное соглашение должно дать новый толчок в развитии двусторонних отношений. Во многом этому способствовал недавний визит делегации из Бреста в Аньхуйский вуз. Такой визит, как мне кажется, он был очень насыщенный и плодотворный. И теперь многое зависит о взаимодействии двух сторон, потому что и в нашем университете, вот мы получили посылки с китайской стороны, планируем открытие Центра изучения Китая. Работы по созданию китайского центра в Пушкинском университете в активной фазе. Что же касается белорусского, то он уже заработал в Аньхуйском вузе. Мы будем работать в таком русле. Ну, во-первых, где-то будут приезжать и ученые из нашего университета, которые будут пропагандировать белорусскую культуру, нашу Беларусь, говорить о ее возможностях, о ее замечательной природе, о людях. Кстати, студенты тоже спрашивали, а какие же основные черты белорусов. Я говорю трудолюбие, ответственность, открытость, доброжелательность. И, конечно же, мы надеемся на приезд сюда китайских ученых при обсуждении различных и реализации научных проектов. Следующим шагом развития отношений должны стать совместные образовательные программы, а также мероприятия по обмену опытом работы между профессорско-преподавательским составом университетов.